Артурик, цаветашечка моя, что с тобой? Ты надулся, что вчера проиграл мне в Нарды? Но это не повод обижаться на брата. Ты мне не брат. Не понял. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Азербайджан безоговорочно разгромил оккупанта и бесспорно победил в Отечественной войне. Но война все еще продолжается на другом уровне, и мы должны одержать новую победу. Азербайджан должен окончательно победить врага информационно, сломить его пропаганду лжи и донести правду, и достичь такой же безоговорочной и бесспорной победы, но уже на мировом уровне. К сожалению, мы проигрывали на этом поприще и ощущали многолетнее равнодушие мирового сообщества к нам. И виной тому отнюдь не наши плохие стороны, так как для того, чтобы успешно нести пропаганду всему миру, нужно быть искусным во лжи и обмане, подкупе и шантаже, поделках и фальсификациях. Но мы не будем заниматься пропагандой, мы будем заниматься разрушением этой многолетней пропаганды с помощью фактов. Некоторые считают, что русский язык – это язык врага, и поэтому на нем нельзя говорить и доносить правду. Несмотря на то, что русский язык является родным для сотен тысяч человек, из-за такого ограниченного мышления армяне и побеждали Азербайджан в информационной войне. Так как в то время, пока азербайджанцы доносили правду на азербайджанском языке, в постсоветском пространстве его никто не знал, и все слушали, запоминали и верили, что Азербайджану меньше ста лет, а Арцах – это многотысячелетняя Армения, что в Сунгаите был геноцид, а Ходжалы устроили сами азербайджанцы, чтобы потом обвинять армян. Но вернемся к главной теме – к новой маленькой победе на информационном поле боя. Кто помнит команду КВН «Парни из Баку», то они выпускают серию фильмов, посвященной Карабахскому конфликту, его зарождению, причинам и чем все кончилось. Мы не будем делать обзор фильма, чтобы не потерять интерес к сюжетной линии, и чтобы вы сами посмотрели этот фильм. Хотелось бы, чтобы армянская сторона обратила внимание на этот фильм, так как есть такое чувство, что в армянском кинематографе азербайджанцев не существует в природе вовсе, либо они существуют косвенно, как некие турки-террористы, которые только желают устроить новый геноцид. А в азербайджанском кинематографе не так. В этом фильме показано, как армяне-азербайджанцы жили мирно и по-братски, женились и выходили замуж друг за друга. Но потом известной кучке людей нужно было развалить союз и оградиться от всего и от всех. Они не думали о счастье своего народа. Они думали лишь о личной выгоде, идеологии и о превосходстве своей нации и расы над всеми другими. Как говорили нацисты, «Blood und Boden» – кровь и почва, моноэтническая нация и моноэтническая Армения. А также лозунгом у нацистов было «Ein Volk, ein Reich, ein Führer» – один народ, моноэтнический армянский, одна империя, которая якобы была раньше великой и претендует на границы всех морей, и один вождь – Гарегин Жде, памятники которому и стоят в Армении. И нужно отметить, что армяне почти что достигли нацистских идеалов. Они, как нацисты, захватили чужие территории ради расширения жизненного пространства. Они, как нацисты, изгнали, либо уничтожили всех расово-неполноценных на их взгляд, в том числе и полукровок – полуармян, полуазербайджанцев. Они, как нацисты, творили настоящий геноцид мирного населения. Они, как нацисты, достигли чистоты нации и расы. Они, как нацисты, несли годами пропаганду в мир, не хуже Йозефа Геббельса. И они, как нацисты, в итоге также позорно проиграли. И мы понимаем, почему существует взаимная ненависть. И дело не в нации. Немцы воевали со всей Европой, а сейчас все дружат и есть друг друга в гости. Но ненависть существует, потому что не было искупления, зло не было осуждено, ведь нацистский режим осудили, и победители поставили свое правительство, а военные преступники были наказаны. И пока не суждены нацистские преступники и нацистская идеология, пока не разрушены памятники нацистам, то ненависть так и будет продолжаться. Правда, единственное отличие, что армянские гитлеры не застрелились. Но мы ни в коем случае не призываем их к этому, так как правила YouTube категорически это запрещают. Я писатель, и мое оружие – это слово. Сейчас я работаю над книгой. Не знаю, опубликует ли ее когда-нибудь или нет. В этой книге я описываю свои мечты. Мечты быть воином. Если вы позволите, то я хочу прочитать вам отрывок из этой книги. Когда мы с Хачатуром вошли в один из захваченных домов, наши солдаты прибили гвоздями одного 13-летнего турка к окну. Чтобы ребенок не кричал, Хачатур засунул ему в рот отрезанную грудь его матери. Медленно подойдя к ребенку, я начал аккуратно сдирать его кожу на животе, голове и груди. Я посмотрел на часы. Через 7 минут ребенок умер от потери крови. Мой дух был переполнен радостью. Затем Хачатур расчленил труп убитого ребенка и бросил его собакам. Вечером мы сделали то же самое еще с тремя детьми турков. Я выполнил свой долг как человек, любящий армян. Неужели этих людей родила мать? Неужели они не знали любви и ласки? Где же все эти люди, если их можно назвать людьми, получали образование? Армянские националисты всегда жаждали крови. В арсенале их сознания были не доводы, а смерть. Неужели это переходило от поколения к поколению? Тогда это очень печально. Они неизлечимы. Они не вылечатся никогда. Каждый армянин должен гордиться этим поступком. Молодой еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...